Маршрут составили по местам боевой славы, такие как сквер воинской славы, села Супсех, памятник Герою Советского Союза Сурену Аракеляну, мемориальный памятник Дмитрию Калинину. Ну а началась масштабная акция у стелы города воинской славы. Субтитры создавал DimaTorzok Анапская земля богата, полита кровью защитников, тех героев, которые освобождали наш замечательный город. Мы все помним имена Дмитрия Калинина, Сурена Аракеляна и сегодня по тем местам боевой славы, где они совершали подвиги, пройдет сегодняшний автопробег. Сегодня Анапа под мирным небом и мы благодарны им. В преддверии двух юбилейных дат, 75-летия освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков и освобождения Кубани, в Анапе ведется большая работа патриотического плана. Построен сквер в Супсехе, сквер воинской славы. Еще один проект нашего главы Юрия Федоровича Полякова реализуется на Симферопольском шоссе. Здесь идет формирование парка военной техники и уже первая техника, вы, наверное, видели, прибыла на место своей дислокации. Хочу пожелать автопробегу в добрый путь, а нам всем мирного неба над головой. Мероприятие было организовано по инициативе Краевого отделения ветеранов боевое братство при поддержке Центра патриотического воспитания «Ратмир». 20 декабря 2017 года на Кубани проводится торжественное мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В одном из своих выступлений губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, «Мы должны не просто отпраздновать эту дату, мы отчасти должны прожить ее, но вместе с молодежью. Мы обязаны сохранять эту память о нашем великом народе-победителе, который подарил мир всему миру. Этот праздник нужен не мертвым, он нужен живым». Ежедневно и в Анапе проводятся мероприятия патриотической направленности. Продолжая эстафету памятных акций, сегодня Краснодарское краевое отделение ветеранов боевое братство совместно с Управлением по делам молодежи, администрацией муниципального образования в городе Курорт-Анапа и Центром патриотического воспитания молодежи «Ратмир» при поддержке Центра армянской национальной культуры имени Испиряна, ДОСАВ, Казачества и других общественных организаций проводят автопробег по местам боевой славы, посвященной этой знаменательной дате. Первой остановкой на маршруте автопробега стал сквер воинской славы села Супсех. Там возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания. Финальной точкой автопробега стал памятник герою Советского Союза Сурену Ракеляну на территории хутора Курбацкий. Почетные гости вспомнили еще раз драматические страницы истории, великий подвиг своих отцов и дедов. Хочется выразить уверенность, что эта акция будет распространяться и охватить не только Анапу, но и другие города Краснодарского края. Ведь это память, а она не только объединяет, но и скрепляет всех нас. У нас мотосообщество города Анапы пригласили возглавить колонну, автоколонну. Мы с удовольствием согласились. Это наш долг отдать честь памяти освободителей Кубани в честь 75-летия. Вот у нас пробег, автомотопробег по местам боевой славы. Если мы сейчас не будем помнить, то нас потом никто не вспомнит.